Осторожно, скользкая дорога. Такие знаки порой необходимо ставить в некоторых дворах города. Из-за сильной наледи дороги скорее напоминают полосу препятствий. Пройти по ним и не упасть – миссия, выполнить которую под силу не всем. Работу коммунальных служб проверили сотрудники жилищной инспекции, администрации и прокуратуры. Куда жаловаться, если в вашем дворе наледь или неубранный снег, расскажет Анастасия Куклева. Первый объект продымывает территорию на улице Сака и Ванцети. Тротуары и дороги очищены до самого асфальта. Жители, особенно пожилые, от такой работы дворника в восторге. Скажите, а как у вас уборка происходит после снега? И вот всегда так вот убрано? Всегда, никогда. То есть вам не приходится заставлять дворника исключительно? Вообще образцово показательное. Честное слово. От снега и наледи признается председатель ЖСК, очищают двор вручную. Плата за содержание жилья хватает лишь на зарплату дворнику. И та слишком низкая для такой тяжелой работы. У кого же есть средства и возможности, в помощь дворникам нанимают спецтехнику. Дворы по улице Астраханской в идеальном порядке. Быстро реагируют дворники. Мы начинаем механизированную уборку после того, как он уже более-менее заканчивается. Потому что во время снегопада осуществлять механизированную уборку как проблематично с вывозом. Потому что весь город стоит в порогах. Во дворе Нововилова по толщине наледи видно, что коммунальщики вовремя снег не убирали. Оправдывая свое бездействие низкой заработной платой дворника. Снегопады были. Во-первых, техники нет. Практически нет техники. Чем убирать? А где вы технику берете? Мы свои знакомые. У меня в данный момент сосед, как бы договорились. Он приехал, нам дворы прочистил. Ну, три акции слабоватенькие у вас. Нет, одно дело требовать, а другое дело, например, каким способом. Вот у нас в штате, например, дворники. Сами понимаете, у них зарплата двор, например, 3-4. Бездействует и председатель соседнего дома. Здесь наледью покрылась не только дорога, но и балконы дома. Причину называют одну – недостаточное финансирование. Но для жилищной инспекции это не оправдание. Если идет снег, вот он выпал, и его сейчас надо убрать. А не сетовать потом на то, что у меня нет бакета, у меня дворник получает 5 тысяч. Сетовать на то, что у нас в доме живут пенсионеры, они не платят. Да не правда это. Пенсионеры – это самое наиболее платежное население в нашей структуре. Вывод очевидный. За одни и те же деньги, одни и те же услуги жителям оказывают по-разному. Повлиять на это могут лишь сами собственники жилья. Либо собрать недостающие деньги на технику, либо пожаловаться на недобросовестных коммунальщиков в жилинспекцию. Последнее проверит и если найдет нарушение, выпишет штраф.